Приветствую вас, друзья! Это видео будет чистой русофобией, и источником этой русофобии будет Малая Советская Энциклопедия. Сейчас перед вами цитата из Малой Советской Энциклопедии по поводу так называемых русских. Русские, в скобках, великорусы – это термин, искусственно введенный в XIX веке. То есть на заре советской власти было признано, что русские, они же великорусы – это искусственный кабинетный термин, введенный только в XIX веке. Как вы помните, автор приводил фотографию, где некто Ульянов-Ленин своей собственной рукою, свою национальность определял как великорус русских до Иосифа Сталина. В понятии национальность тогда еще не существовало. Собственно, Малая Советская Энциклопедия говорит ровно то же самое, что и говорит автор. Или наоборот, автор повторяет то, что говорит Малая Советская Энциклопедия, что русские или великорусы – это искусственный термин, придуманный для финно-угорских народов Волга-Окского междуречья в кабинетах московских. В этой статье говорится, что русские или великорусы сложились из нескольких племен, а именно новгородских словен, кривичей и вятичей. Не знаю уж сколько было там новгородских словен, то есть выходцев из Киева, но вот современная наука до сих пор не знает, кто такие кривичи и являются ли они славянами – это вопрос открытый. А то, что касается вятичей – это вопрос закрытый, окончательно – это финно-угорский народ, что доказано самой российской археологией. Но кроме этих трех, в этой статье говорится, что так называемые русские сложились еще из народов финских. Так что, как вы сами видите, малая советская энциклопедия – это тот самый источник русофобии, который разливается по всему миру. Следующая картинка, которую вы видите, лишний раз подтверждает то, что слово-термин «великорус» или «великорос» является кабинетным искусственным термином. Никакой народ в здравом уме себя не назовет «малоросом» или «великоросом». Это чисто кабинетная придумка, которая понятна всем, кроме так называемых русских. Следующая статья из «малой советской энциклопедии» говорит о Украине. Здесь указывается, где именно находится Украина. Говорится о том, что население Украины составляют украинцы. И говорится, что украинцы в прошлом на России, на великодержавно-царском лексиконе именовались «малоросами». А в австро-венгерской монархии те же самые украинцы именовались «русинами» или «руснаками». Отсюда мы вспоминаем Афанасия Никитина, который себя именовал «русаком» или «русином» и отличал себя и своих товарищей, таких же «руснаков» или «русаков» от «шесть москвич» и «шесть тверич» и «коров». Напомним, что Афанасий Никитин был гостем, то есть торговым человеком. И, соответственно, занимаясь своим прямым делом, посещал разные территории, в том числе и Волго-Окское Междуречье. В этой статье указывается площадь Украины. На тот момент Украину населяло 40 миллионов человек. И дается разбивка для понимания. Относительно истории Украины в этой статье говорится, что основным элементом, из которого развился современный украинский народ, являются всем нам известные племена славян, а именно поляне, они же русы, древляне, северяне, дулебы, заселявшие Украину уже в VI-VII веке н.э. То есть, когда автор говорит о том, что в историографии очень много упоминаний о Руси VI-VII веков, это считается русофобией. По той простой причине, что, по данным московской археологии, в это время в Волго-Окском Междуречье отмечается зияющая археологическая пустота. Как вы видите, автор лишь повторяет то, что говорит «малая советская энциклопедия». И ничего больше. На следующей картинке мы видим карту западной Украины, представленной в «малой советской энциклопедии». И здесь мы видим такие города, как Турка, Борислав, Драгобыч, Самбар, Перемышль, Ярослав, Холм, Брест. Все это земли, которые были заселены плотным образом украинцами. Буковина, Закарпатье, как вы сами видите, тоже в своем подавляющем большинстве, были заселены именно украинцами. Тут следует отметить, что из-за сговора Москвы и Варшавы, украинцы после 1945 года были выселены, выселены насильно, точно так же, как и чеченцы, и крымские татары из своих исконных земель. И сейчас Перемышль – это Пшемысл, Холм – это Хелм. Так вот, эти земли теперь заселены поляками. И это следует нам всегда помнить. Следующая картинка нам повествует о украинском языке. Здесь говорится, что при царизме украинский язык приверженцами российской великодержавности, то есть, попросту говоря, русскими шовинистами и русификаторами признавался лишь малорусским наречием единого русского языка. То есть, когда мы с вами говорим, что существовало некое великорусское наречие единого русского языка, вместе с малорусским наречием единого русского языка, это вызывает дрожание конечностей у сопредельной территории. Во-первых, потому что всем нам теперь понятно, что это искусственный кабинетный термин. А во-вторых, то, что никакого русского языка не существовало, а существовало великорусское наречие русского языка. И тут получается вилка. Либо признать все эти термины искусственными, либо признать, что не существует никакого так называемого русского языка, а существует лишь наречие, великорусское наречие русского языка. Малая советская энциклопедия говорит очевидные вещи, То есть белое называет белым, а черное – черным. Но в современном понимании сопредельной территории это и есть русофобия. То есть белое называть белым является русофобией. Далее такое. Литературный язык, то есть украинский литературный язык, подвергался всякого рода стеснением и гонением. На украинском языке, пишет малая советская энциклопедия, говорит население почти всей украинской ССР. Но мало того, эта же энциклопедия свидетельствует, что на украинском языке говорит и значительная часть РСФСР. То есть когда автор представлял карты, где было указано, что Стародубщина, значительные части Брянщины, Курской области, огромные земли Воронежской области и вся Кубань говорили на языке украинском. Вот это же самое говорит малая советская энциклопедия. Она же говорит, что нынешний литературный украинский язык окончательно сформировался в конце XVIII века. То есть условно говоря, в 1790 году. То есть до рождения великого африканского поэта Александра Сергеевича Пушкина. И в его основе, то есть в основе уже сформировавшегося литературного украинского языка, лежит полтавский говор. Как мы помним, Энаида Котлеровского была как раз и написана на этом самом уже сформировавшемся литературном украинском языке, в основе которого лежит полтавский говор. То есть гринжола, гринжолята, люстра, люстерко, ночевый, постолы, жовна, потипаха. Кстати, в так называемом руэсэском языке нет приличного перевода слова потипаха. Ретязок, Жерделя, Аботасама Муреля. Все это непонятно финно-угорскому населению сопредельной территории, которая хоть и выучила болгарский язык, но славянскому языку они так и не научились. Далее в этой статье говорится, что до революции украинский язык на России подвергался стеснением и запрещением. То есть когда мы говорим, что украинский язык был запрещен на Российской империи, сопредельное народонаселение с этим не согласно. Автор считает, что то же самое и на такой же срок надо сделать в Украине с так называемым руэсэским языком и посмотреть, что из этого получится. Далее советская энциклопедия говорит следующее, что стеснением и запрещением особенно сильным в период с 1871 года до 1906 года. То есть здесь признается ровно то же, что мы с вами и говорим. То есть то, что мы с вами говорим, это вполне очевидно, но для сопредельного народонаселения это даже не глазовидно. В этой статье говорится, что особенности украинского языка сказываются в памятниках, писанных на церковно-славянском языке в Украине уже в XII веке. То есть была восточно-славянская латынь, а именно болгарский язык. И именно на этом языке, то есть на восточной латыни, писались церковные тексты и летописи. И вот в этих церковных текстах и летописях встречается огромное количество именно украинизмов, о чем и свидетельствует малая советская энциклопедия. И это правда, то есть это белое, и белое надо называть белым. Но сопредельное народонаселение белое называет черным, потому что, во-первых, в XII веке их не существовало в принципе, а во-вторых, как говорилось раньше, в основу их языка положено вот этот самый церковно-славянский, он же болгарский язык, которому посредству молитв и было обучено финно-угорское население Волга-Окского между речи. Этот очевидный вывод и засвидетельствовал Борис Успенский, который сказал, что так называемый руэсэский язык является всего лишь навсего суржиком языка болгарского. И не более того, эта статья нам говорит о том, что как минимум существуют документальные свидетельства украинского языка, начиная как минимум с XII века. Это ли не есть русофобия? И ее источником является Малая советская энциклопедия. Далее та же самая энциклопедия пишет нам о украинцах. Она говорит, что по переписи 1926 года, несмотря на русификацию и запреты, которые существовали еще с царских времен, фактически 90% украинцев признали своим родным языком язык украинский. Ну и дальше дается разбивка. Следующая картинка нам повествует о положении украинского языка в бывшей Российской империи, главное слово империя, и в Австро-Венгерской империи, здесь тоже главное слово империя. Говорится тут о том, что в царской национальной политике по отношению к украинцам было отрицание украинцев как отдельной народности. Здесь признается, что украинцам насильственно навязывали так называемую русскую национальность, называя их малой ветвью какого-то там единого русского народа. И подтверждается, что украинцы не являлись этой самой придуманной ветвью единого так называемого русского народа. Здесь прямо пишется, что наименование украинцев малоросами – это шовинистическое, руэсэское наименование. Говорится, что у польских шовинистов было подобное наименование украинцев, но их именовали малополяками. Тут важно не путать этот термин с «малой Польшей», о чем нам и говорит малая советская энциклопедия. Польский и московский шовинист в отношении украинцев стоят один одному. Но если поляки по химическому составу крови являются родными братьями украинцев, и их различает только вера, то в отношении так называемых русских все наоборот. По химическому составу крови – это абсолютно разные народы в культурном и этническом отношении, находящиеся на разных полюсах, но волею судеб и мимикрии московского царства были объединены посредством религии. Следующая картинка нам повествует о том, что по переписи 1926 года в городе Москве жило только 2 миллиона человек. Собственно, эта картинка приведена для того, чтобы понимать, что в нынешней 14-миллионной Москве фактически нет коренных москвичей. Все там понаехавшие. Ибо после 1937 года, Второй мировой войны и так далее, вряд ли там есть москвичи коренные. Все-то понаехавшие. Следующая картинка нам говорит, что существовал некий московский говор. И вот этот вот самый московский говор лег в основу государственного, то есть так называемого русского языка. А основой вот этого самого московского говора, основой которому послужили финно-угорские племена, является язык церковно-славянский. Как вы сами видите, еще на заре советской власти было признано, что основой так называемого русского языка есть язык болгарский, потому что это народонаселение славянский язык учило по болгарским молитвам. И выводы Бориса Успенского лежат на поверхности. Это было известно еще до рождения этого гениального лингвиста. Следующая картинка из малой советской энциклопедии говорит, ну собственно о России, о Российской империи. Здесь говорится, Российская империя родилась в 1721 году, просуществовала до 1917 года. Российская империя, она же Россия. И ее история, история России или Российской империи начинается с 1721 года, что вполне очевидно. То есть до 1721 года никакой России, никакой Российской империи не существовало в принципе. Но вот пришел 1721 год и откуда ни возьмись, появилась Российская империя, она же Россия. Это говорит малая советская энциклопедия. Следующая картинка посвящена собственно истории вот этой самой так называемой России. Родилась так называемая Россия из московского государства. То есть московское государство или Московия было официально переименовано во Всероссийскую империю 22.10.1721 года. Это точная дата рождения вот той вот самой территории под названием Российская Федерация. Здесь говорится, что после завершения удачной Северной войны некто с царь Петр Первый принял титул Всероссийского императора. Как уже не раз отмечалось, что для того, чтобы принять титул, этот титул должен кто-то даровать. Никто этот титул с царю Всероссийскому не даровал. И вполне очевидно для любого нормального человека, что некто Петр Первый есть самозванцем Всероссийским, а не императором. Здесь говорится, что вот это вот самое переименование московского государства или Московии очень быстро утвердилось на этой территории, а по-другому и быть не могло. Прямо на наших глазах был запущен очередной фейк про распятого мальчика, и вся эта территория сразу в это поверила. Поэтому у нас нет никаких оснований не доверять этому тексту о том, что очередное переименование на этой территории было принято на ура. И население этой территории, как говорит эта статья, быстренько приняло название Российская империя или попросту Россия вместо Московии или Московского государства. Ну и в конце этого видео автор представит вам карту из Малой советской энциклопедии. Карта называется «Территориальное развитие Российской империи». Красным подчеркнута русская оккупация Манчжурии. Правильнее бы эту карту было назвать земли, которые были оккупированы так называемой Российской империей. Но суть тут даже не в названии. Из этой карты мы видим, что даже тот же самый Санкт-Ленинград находится на землях Чудских. Так называемая культурная столица России – это исконная земля финно-угорских народов, которая была оккупирована точно так же, как и Новгород, и Смоленск, как Курск и Кубань, московитами. По мнению автора, это замечательная карта, которая свидетельствует о агрессивности самого миролюбивого народа. На этом позвольте закончить данное видео. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал автора, а по возможности и на Patreon автора. Всего вам доброго, друзья!